Доброе утро! Согласитесь, в нашей жизни встречаются разные люди. Одни открыто делятся своими намерениями и переживаниями, другие скрывают свои истинные цели и мотивы. И вот к последнему типу относятся они, манипуляторы. Как распознать манипуляторы в себе и как понять, что вас окружают такие же манипуляторы, нам расскажет психолог Екатерина Пантелеева. Екатерина, доброе утро! Доброе утро! Зачастую случается так, пытаешься доказать своему молодому человеку, что он абьюзер, начинаешь про это читать и понимаешь, что абьюзер ты. Еще на меня посмотрел, да? Абьюзер! Нет, у меня ведущий однозначно не абьюзер. Вот вопрос такой, что такое манипуляции, какие виды бывают и как их распознать? Манипуляция – это психологическое давление на человека, на его мышление, на поведение, на его возможности и невозможности со стороны другого человека. Виды манипуляции бывают, это когда обесценивание действий, когда есть психологическое давление именно на тело человека, когда физически, и когда есть искажение реальности. То есть человеку говорят, что он в чем-то не прав, искажая реальность. А вот как понять, где советы от твоих друзей, близких, которые вроде бы как направлены на благо? А где манипуляции? Как обычно себя ведет человек-манипулятор? Человеку-манипулятору важно задевать чувства других для того, чтобы почувствовать удовольствие от этого. Вот когда, если чувства других задеваются, то значит, вами манипулируют. Важно уметь эту грань понимать и как бы остановить человека и сказать, ну, стоп, нет, как бы, давайте по-другому. Выходить в разговор через я-сообщение. Это как я-сообщение? Я-сообщение, например, начинать с себя. Мне некомфортно в этом разговоре. Как бы не могли бы ты по-другому там сформулировать фразу, сформулировать другое какое-то слово. Отлично. Не мог бы ты выйти. Когда меня остановят в следующий раз сотрудники госавтоинспекции, я начну общаться с я-сообщением. Мне некомфортно от вашего разговора. Не могли бы вы... Они скажут, а не могли бы вы? А что? Вот и будет конструктивный диалог на равных. У нас по-другому госавтоинспекции не умеют. Это важно сказать. Екатерина, давайте подумаем, в каких ситуациях вообще какие манипуляции могут быть. Это повышенные тона, например, или это манипуляция через унижение, или это через сарказм. Говорят, что сарказм – это вообще скрытая форма издевок и манипуляций в том числе. В какой-то степени, да, и то, и то, но все подходит. Важно уметь правильно, как себя человек ощущает в этом. То есть если это сарказм, какой он? Черный или белый юмор? Это же, да. То есть важно понимать, если вам это неприятно, вы имеете полное право человеку со стороны сказать, мне неприятно, мне некомфортно, я не хочу, чтобы со мной ты так разговаривал, давай переведем тему. Если это касается именно действий каких-то по отношению к человеку, если так же человеку неприятно, надо уметь четко сказать, нет, стоп, я не хочу, мне не нравится, у меня есть мои желания, мои возможности, я хочу по-другому. Как бы уметь правильно остановиться. А еще бывает, скажут в ответ манипулятор, да что ты здесь начинаешь, вечно тебе все не так. Обвинение, да. И так далее. Ну, одно дело, когда мы замечаем в ком-то другом. Знаете, есть такая фраза, что в своем глазу и бревна не видно, да? Как распознать манипулятора в себе? Если вдруг вам хочется понять, как чувствовать себя противоположно, то есть задевая его чувства, и вы от этого получаете удовольствие, да, там, грубо говоря, была ситуация, и вы поняли, что вы получили удовольствие, что человеку не очень приятно, не очень хорошо, защемляете его возможности, то как бы это и есть манипуляция. Так делать по отношению к другим нельзя. А если, например, кто-то пытается кого-то проучить вот этой психологической какой-то уловкой, психологическим давлением, вот ты понимаешь, вот ты мне сделал больно, и я вот знаю, что тебе это тоже будет больно, я тоже так сделаю. Это манипуляция или все-таки? Да, уже манипуляция. Это уже все. А если мы говорим про манипуляцию на рабочем месте? Начальник нами манипулирует, либо молодой сотрудник, который только пришел в офис, говорит, не придумал. Мне, пожалуйста, чашку кофе. И вообще меня не волнуют, у меня личные границы. Как реагировать в данном случае, чтобы не навредить ни своему трудовому стажу, ни отношениями с коллегами? Четко выстраивать, вы хорошо сказали, про границы. Как бы четко говорить о том, что нет, так нельзя, но не уходить в конфликт, а выходить в конструктивный диалог и объяснять второй стороне, что как бы так не стоит делать. В нашей организации у нас другие правила, другие возможности. Возможно, подключить кого-то со стороны, чтобы послушали диалог, как бы чтобы был третий человек и сказал, да, ты прав или там не прав, как бы чтобы не вы, а кто-то другой. И тогда это будет приемлемо в каждой стороне, будет удобно. Манипуляция в отношениях и в семье – это проблема? В какой-то степени да. Это паттернное поведение с детства, когда родители могут управлять детьми, а дети, вырастая, начинают этим же пользоваться дальше. То есть это все взаимосвязано между собой. То есть можно получить травму детскую? В какой-то степени да. Да. Важно правильно уметь, наверное, выстроить во взрослой жизни правильный диалог с окружающими. Не манипулировать, а находить вот конструктивное, разговаривать, идти через я-сообщения, идти через свои чувства, а не через чувства чужих. Ну, смотрите, просто дети, родители – это же вечное спор поколений, у каждого свой взгляд. И зачастую дети, вот сейчас посмотрев там, владшее поколение нашу программу, скажут своим родителям, а все, вы мной манипулируете. Не хочу я ходить на, например, эту спортивную секцию или вот в этом стиле одежды. Где грань между советами от родителей, направленных на благо, и той же манипуляцией, которой могут иногда припеваться младшее поколение? Во-первых, дети маленькие, они еще не понимают слово «манипуляция», что это такое. Ну ладно, хорошо, переходный возраст. Переходный возраст. 13-14 лет. Они сами умеют хорошо манипулировать своими родителями. Это взаимообмен, который нужен и той, и той стороне. Для того, чтобы прочувствовать, чтобы прочувствовала одна сторона границу и вторая границу. В плане секции, одежды. Это родители, каждый делает для своего ребенка все возможное, что он может делать, правильно? И то же самое в отношении ребенка. Он также ведет себя так, как он может. Он не может перепрыгнуть через себя, если он не умеет. Ну попробуй сказать подростку, что он как-то не так одевается. Ну конечно. Он оденется еще хуже до следующего дня. То есть это будет все равно протест и сопротивление. Иногда надо просто выходить в конструктивный диалог, вспоминать родителям, какие они были в их возрасте. И пытаться объяснить, идти в магазин в тот же, если это одежда, и смотреть, что дети выбирают. И как бы пытаться как-то красиво развернуть в другую сторону. Но не через угрозы, не через скандалы, не через крики. И вопрос последний. Так. Как реабилитироваться после того, как ты стал жертвой манипуляции? Это бывает неприятно. Очень тяжело это осознать. И какое-то давление происходит так, чтобы не повторить это вновь уже на другом человеке. И что необходимо сделать? Ну, в первую очередь, есть большое количество литературы. И есть куча YouTube-программ. То есть можно почитать, посмотреть тех авторов, которые нравятся. Один из таких самых простейшим, скажем. Второй – обратиться к специалисту за помощью, если сам человек не справляется. Ну, и можно ввести дневник, записывать, где были нарушены ваши чувства, где были не нарушены. То есть ввести такой диалог с собой, чтобы четко понимать, где есть граница, где ее нет в манипуляции. Екатерина, спасибо. О том, что же такое манипуляция, этим утром мы говорили с нашим экспертом-психологом Екатериной Пантелеевой. Спасибо, хорошего дня. Спасибо вам, хорошего дня. Спасибо. Спасибо.